привет друзья это видео о том что отличает покер мастер от всех других азиатских покер приложений на данный момент а конкретно поддержка статистики собственно это и есть главное отличие и преимущество давайте посмотрим как это выглядит а потом я немного поиграю покер мастер сейчас это пожалуй самый известный азиатский рум на сегодня а если кто-то еще не знаком с ним то на сайте worldpoker deals на этой странице есть описание или можно посмотреть мое предыдущее видео где было коротко рассказано что такое азиатские покерные приложения вообще на примере покер лорд но все это справедливые для покер мастер аккаунты во все азиатские покерные приложения можно получить у нашего менеджера и пишите в skype или telegram контакты есть на странице а также будут под видео перед тем как начать играть скажу пару слов о hand to note собственно эта программа и позволяет выводить статистику для тех кто привык играть с холдом менеджером или покер трекером hand to note можно использовать в качестве конвертера но есть проблема хм и pt4 в отличие от hand to note не поддерживают позицию straddle более подробная информация есть на их официальным сайт ссылка будет в описании и самое главное в hand to note это полная поддержка динамического хада а в хм и pt такого тоже нет динамический хад это хад показатели которого меняются от от определенных факторов позиции за столом например действий игроков и так далее такая информация как правило более гибкая и эффективная плюс экономит кучу времени на принятие решений экономит много места за столом не нужно постоянно лазить по папам и так далее у меня тут открыт стол и выводится хат а причем не обязательно сидеть за столом здесь на покер мастер чтобы собиралась статистикой на игроков иногда это может быть очень полезно и это как видно динамический хад а называется он про покер мастер разработали его парни из мастерской статистики покер по пап .ру он специально сделан под покер мастер с учетом добавления позиции straddle это важно так как тут есть такая опция а самое главное есть любители поставить эту ставку всего тут 210 показателей статистики в самом хаде плюс 505 попапах думаю что есть все что необходимо для любой ситуации у них есть не только динамика но и статический хад про покер мастер лайт сет кстати выглядит он так сейчас я покажу при игре мы посмотрим на динамический хад как это все работает на отдельные блоки хады и попапа но если не получится показать все то на сайте есть полное описание расшифровка стат скриншоты а также есть видео демонстрации в том числе и статического хада про покер мастер лайт кстати если вы хотите что-то дополнить добавить свою статистику изменить какой-то блок в общем что-то переделать под себя в этом сайте то это без проблем решается также можно заказать свой хад например если вы привыкли к своему хаду холды менеджер или покертейтер и решили перейти на хэнту ноут и я еще забыл сказать что при покупке динамического сета статически идет бесплатно в подарок а я сам играю первый раз динамическим хадом ну и по ходу дело попробуем разобраться а для тех кто ни разу не пользовался это будет непривычно поначалу но штука очень крутая и к сожалению у меня нет статистики точнее и совсем мало на покер мастер я также играю в первый раз и если ситуации будет немного то как я уже говорил есть отдельный обзор там все подробно рассказывают и показывают а сейчас я открою какой-нибудь стол и поиграем и так я открыл фуринг стол лимита 24 на 24 в юанях в долларах это будет примерно на 60 и играя с динамическим хадом и по мере появления каких-либо ситуаций я буду рассказывать что означает тот или иной блок статистики который будет появляться за столом собственно если вообще никто не делал никаких действий отображаются только общие статы это vp pfr и количество рук а далее по ходу действия появляется новая статистика например в ситуации когда а человек климпит появляется необходимый статы для этой ситуации а собственно сам лимп лимп фолд это статистика фолд на флопе и фолд на тернин в случае если он играет лимп кол далее рейс и донг и все остальное то же самое для всех игроков тех кто заходит лимпом вход никто здесь никого не изолировал так что статистика только по лимперам пока не тут играет можно посмотреть общий поп-ап поп-ап состоит из нескольких разделов тут есть все необходимые статистики но я думаю пояснять здесь особо не нужно практически все играют с хадом и знают что так что означает каждый из статистик то есть конкретно это ситуации при флоп в ппфр по всем позициям также тут лимп лимп фолд лимп колл в общем все а что нужно далее с 3 бет по позициям против каждой позиции далее то же самое только фолд на 3 бет и далее идет послал статистика это кон бет и практически все ситуации которые возникают когда ты оказываешься на постфлопе в ситуации кон бета то же самое против кон бета это общая статистика венту шоу даун я думаю в пояснении вообще не нуждается стил примерно то же самое то есть всем понятно что это ситуации которые возникают там с опен рейзинге в трех последних позициях бат нсб и бб и далее два поп-апа связанные с ситуациями трибет поте соответственно комбет в трибет поте и против комбета в трибет поте вот кому интересно можете более подробно ознакомиться с этими поп-апами на сайте ссылки будут в описании а сейчас я наверное переключусь на игру потому что здесь у нас произошла ситуация изолейта и сразу вывозить блок со статистикой соответственно изоляции и фолд после изоляции а если кто-то после него далее в холодную заходит в пот появляется стата фолд на сквиз вот тут какой-то идет лютый экшен и в общем куча статистики у всех сейчас посмотрим чем это закончится и наверное подождем более подходящую ситуацию а там и 6 на бб опять идет лимб лимбит он 62 процента как видим лимбит он практически все 55 54 далее лимб лимб в общем одни лимбы и попадаем в среднюю пару думаю понятно здесь на такую ставку пас игра довольно забавная я все хочу дождаться ситуации open race потому что я тут уже несколько минут поиграл и ни разу никто не открылся первый в основном все одни лимбы 5-2 на sb пас скорее всего но если зайдет толпа я на тоже зайду погреблить да пожалуй так и сделаю не очень хорошо для обзора то что у меня совсем нет статистики на игроков но если подвезут майнинг то хат будет хат будет хат будет просто в разы полезнее а те кто сидят на блайндах получают вот этот блок со статистикой это связано с ситуацией не стила соответственно эта статистика фолк на стил на конкретной позиции это статы без рамки а стата в рамке обозначает в общем то есть sb и bb далее статистика это фолк на флопе в случае если он заколил и нижний блок это 3-бет а также 3-бет конкретной позиции но тут у меня стат цифр еще нет потому что таких ситуаций не возникало но тем не менее а 3-бет конкретной позиции и к 3-бет вообще тут очень много всевозможных блоков со статистикой практически на все случаи которые возникают на при флопе так ну вот конкретно сейчас из-за рейс ну эту статистику мы уже видели так и нам заколю потому что я думаю эти все зайдут на сет сыграем а вот статистику фолк на сквизме также уже видели а не попали а у при флоп агрессора также появляется блок со статистикой соответственно как при флоп агрессор на постфлопе это продолженная ставка на флопе продолженная ставка на терне и там еще был бет фолд и отложенный конбет соответственно зная его тенденции игры на постфлопе можно уже как-то корректировать свою игру а на при флопе там больше коллировать больше трибетить или наоборот фолдить если он там лепит по всем улицам с большой частотой но я думаю это и так понятно так вот вообще всего возникает довольно много ситуаций на при флопе и если перечислять то есть блоки со сти статистики для рейс first в ситуации когда мы получаем трибет или наоборот трибетим появляется блоки статистики в ситуации колд колы или наоборот когда мы колд колем получаем сквиз а если игрок лимпит ну тут практически каждая рука то мы уже видели в ситуации стила я не думаю что здесь нам удастся посмотреть потому что ну нам тупо не дадут застилить то у нас постоянно происходит какие-то лимпы наверное это если открыть лимит повыше на 5 10 там примерно то же самое было какой-то лимп фестиваль вот собственно подождем возможно что-нибудь еще и произойдет ну а в целом поляна здесь на плакер мастер сами видите какая не удивительное что это плакер мастер во вторых это и мимо но минимальный лимит она в 60 это достаточно серьезный лимит и для меня частности так опять ситуации из-за рейза которые мы видели а так я тут немножко отвлекся потому что у меня бум попали в сет ну я думаю не буду чекать потому что у меня отрубился микрофон если честно я не знаю сколько я болтал просто так а тут просто буду колить потому что мы супер сухой борт 80 ну тут уже надо резить не знаю сколько очень мало времени поэтому я просто зарежу практически лолуин ну если это рыба ему наверно по барабану вот отлично я выиграл ну конечно можно было сыграть намного лучше если бы я не играл а первый раз на плакер мастер так продолжаем надеюсь мне дадут открыться и мы увидим статистику по стилам к сожалению нет ну как я уже говорил то есть она все на всех кто сидит на блинах сразу появляется статистика по стилам вот но хотелось бы посмотреть еще блок статистики рейс first было какое-то разнообразие так поймали гатшот но я думаю тут я делать ничего не буду если будет какой-то action если никто ничего не не слишком много поставил в под естественно это в пас парней по 33 руки не знаю можно что-нибудь посмотреть хотя вряд ли на 33 руки вряд ли так опять получаем и за рейс а колд колл естественно мы играем пас но тут сразу видно что а ну котового за рейза тут статистика должна быть потом а фонд на сквиз как коллер а соответственно а у этого товарища фонд на сквиз как а окон рейзер а также вот у нас появилась статистика рейс first но он первый раз открылся и далее идет фонд на три бет и фонд на конбет в 3 бет поте если он вдруг заколил а нужно оговориться что до 250 рук здесь будет выводиться общие статы а при количестве сэмплов более 250 здесь будут уже выводиться а конкретные статы по позиции а также конкретные тузы отлично и у нас 150 блайндов стеки так ну чтож это наверно мало блин а как тут я к сожалению не знаю как тут больше сделайте за рейс сейчас будем играть мультипост нами это конечно не очень круто а нет все попадали почти все такой себе порт на самом деле две трети наверно поставлю ну если это рыба если у них что то есть и заколит так надо будет потом все разобраться как тут работает битвайдер я конечно дико извиняюсь за то что я не подготовился ну и тут дальше будем ставить просто бэт бэт и на какой-нибудь экшен отвалимся просто так тройка нет абсолютно ничего не меняет если у него валет я думаю он заплатит мне давай еще раз поставим какой-нибудь валет 10 и заплатит чем-то он чем эколировать и скину лично мы опять выиграли а так вот я извиняюсь что я не подготовился но все-таки основная тема этого видео не то как нужно правильно играть в покер а постараться показать вообще геймплей в покер мастере и статистику а соответственно как она вообще работает ситуации не очень много но наверно второй стол я открывать не буду потому что скорее всего я не успею если будет какой-то экшен потому что я так и не разобрался где тут таймбанк и с бэдслайдером и так далее так ну пока тут ничего особо мне делать за столом можно посмотреть вообще кто с нами играет 38 на 7 ну 13 рук но уже понятно кто это на последний 568 рук 33 на 10 ну это стандартно китайцы таких полно а на покер старс например это точно такой же ну все китайцы которых я видел все играют достаточно одинаково в районе там 35 на 10 видимо их там китайская школа так учит рыба ну это прям совсем рыба рыбная за столом он сидит просто как царь с випипом 62 вот это уже похож на регуляра вот так и есть более-менее регуляр по статистике так но это тоже рыба ничего интересного не произошло так король дама сьют нас в малом панде я наверно сквиз здесь не буду это какой-то короткий сидит плюс на потому что не скинет я наверно тут соколю и посмотрим естественно попал и смотрим на товарищ который был при флоп агрессором ну статистики на него совсем нету той статистика рейсферст на сквиз на фолт на сквиз если бы тут был какой-то сквиз так нам даду дали посмотреть он но не дали смотреть ревера пример был бы интересно посмотреть к сожалению фолт вот а вот этих товарищей высветился стат колт кола ну у этого клубку просто гигантский у этого у 40 процентов но там рук хотя рука 41 достаточно много рук наконец-то openrace это первый openrace насколько я понял и статистики еще нет ну в общем в целом я думаю понятно как работает этот хат динамический собственно если более подробно вы хотите узнать то в описании будет ссылка на подробный азов обзор там будет более понятно наверно чем я объяснил как это все работает так не понял как здесь увеличивать размер сайзинга ну ладно и вы можете сами ознакомиться с этим хатом посмотрим на статистику последок этого товарища вот и изоляционный рейс у него 5 и 6 совсем немного он до этого кого-то видимо изолировал всего раз и вот этот блок статистики по постфлопу а ну все как раз заканчивается стол и на этом на этом я буду закругляться надеюсь я рассказал более менее понятно всем спасибо за внимание и пока